Мы закрываем глаза для того, чтобы лучше сосредоточиться на своем дыхании. Как сейчас дышит мое тело, насколько легко проходит воздух сквозь тело, или есть ощущение, что он застревает в горле, например, в грудной клетке, или как будто обходят какие-то преграды. Наша задача сейчас позволить воздуху, позволить дыханию проходить сквозь все тело. Позволяю, значит, расслабляюсь. Если я вижу напряжение, я не пытаюсь пересилить себя. Я просто его замечаю, как будто бы внутри себя открываю еще больше пространства, как будто есть в сердце значительно больше места во всей грудной клетке. Да, там есть физиологические сердца, клапаны. Есть еще некое пространство, которое очень легко определить, когда говорят, я люблю тебя всем сердцем. Если я внутри себя скажу, что я люблю что-то, кого-то, всем сердцем, это будет мое сердечное грудное пространство. Как так им подышать, чтобы оно стало еще больше, еще шире сейчас? Если возникают неприятные ощущения, покалывание что-то начинает тянуть, ничего страшного. Просто замечаю. Это значит, скорее, что часть тела, часть меня начинает оживать. Я туда даю свое внимание. Если напряжено, солнечное сплетение, живот точно так же. Просто даю туда больше внимания. Вся моя концентрация, все, что я делаю сейчас, это просто остаюсь внимательным. Все остальное расслаблено. Ухожу от контролирующих мыслей, которые что-то комментируют. Вообще сейчас не интересный комментарий ума. Совсем. Интересно только движение. И насколько тело готово расслабляться. В какой-то момент, когда вы будете готовы, переведите внимание на внутренний голос. Где он живет? Возможно, не сразу будет ясное ощущение. Но если бы я хотел или хотела его услышать, где бы, скорее всего, я его почувствовал и услышал? Ум ловит информацию и переводит. Но то знание и тот внутренний голос, та самая информация, она не возникает в голове. Она возникает где-то в другом месте. Попробуйте сейчас поймать, где это. Или даже просто слышу какой-то импульс. Возможно, это не разговор, а всего лишь импульс. Но это уже очень много. Если что-то изо всех сил продолжать давить, на меня мешать, мне неудобно сидеть, просто попробуйте еще раз после того, как вы устроитесь очень удобно. И начните дышать нежно. Если я позволяю себе нежное дыхание для самого себя, и слышать себя будет значительно проще. По чуть-чуть. Можно добавить свет. Если у вас все хорошо с визуализацией, представьте себе, что вы вдыхаете свет. Если это очень сложно, просто концентрируйтесь на качестве, нежности. И снова положите руку туда, где вам кажется, живет ваш внутренний голос, ваша интуиция. Она всегда за вас, она никогда вас не предаст. Она всегда говорит честно. Так, как есть. Успеть заметить ее в теле очень важно. Все, что делает потом ум, он транскрибирует, переводит. Очень часто так, как ему выгодно на данный момент. Ломите сигнал до того, как вам переведет его ум. И сейчас пусть вот этот внутренний голос, интуитивный голос расскажет, что в вашем теле требует наибольшее количество умного. Что можно расслабить. Что вообще не привыкли расслабляться. Никогда. И даже если не получится это сделать, как прекрасно, что вы это заметите. Это уже 50% успеха. И еще одно задание. Вы можете это потом делать, без меня в своей скорости. Пока просто расскажу, что еще можно проделать. Представьте себе кого-то из ваших близких или друзей, с кем как будто бы сейчас, может быть, есть не очень ясные отношения. Просто как будто вы ставите его перед собой. И слушайте, что происходит в вашем теле. Какая реакция у вас на этого человека. Возможно, что-то станет сильно яснее в ваших отношениях. Вы просто слушаете ощущения в теле. И все. И когда вы будете заканчивать свою медитацию, снова переведите внимание в сердце. Посмотрите, сжато ли оно в состоянии. Или можно все-таки его расправить. И с благодарностью к себе, с благодарностью пространства заканчивайте вашу медитацию. И не надо из нее выходить или что-то прекращать. Она не заканчивается на самом деле. Просто попробуйте сохранить это ощущение с открытыми глазами, пока вы что-то делаете или с кем-то разговариваете. Пока.